Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что же, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Как обычно, я всегда говорю, участниками являетесь все вы, которые наберете номер телефона. Но у нас сегодня двухчасовое шоу и первый час нашего шоу. Мы приготовили для вас, ну, просто необыкновенный сюрприз. Поэтому мы сегодня решили поступить так. Мы вам представим нашу гостью, человека, который, ну, давайте говорить так. Вот беру на себя эту ответственность и нашел этого человека на волнах интернета и просто был сражен на повал этим интеллектом, умением разговаривать, умением держать слово. Поэтому очень постарались и все-таки добились того, что наши гости у нас на связи. А вот все остальное я дам возможность нашей гости самой о себе рассказать, поведать. И поэтому в этот раз, дорогие друзья, мы не будем принимать звонки по одной простой причине. Я хочу, чтобы вы, не перебивая нашу гостью, просто с ней познакомились и послушали и вслушались то, что она вам расскажет. Это действительно очень интересно. И я очень рад представить Инну Сергеевну у нас в эфире. Здравствуйте, Инна Сергеевна. Добрый вечер. Прошу вас. Я слышу небольшое эхо. Это нормально технически, мне сказали. Да, да, да. Оно пару минут, и оно уйдет, а потом будет все нормально. Поэтому прошу вас, расскажите немножко о том, кто вы, что вы и то, чем вы занимаетесь. Пожалуйста. Я даже немножко растерялась, потому что у меня всегда этот вопрос вызывает некое смущение. Есть хорошие лекции про мультипотенциалов. Это люди, которые сочетают в себе обычно 5-6 профессий, что по нынешним временам совершенно нормально. То есть и Швеция, и Жнецына, и Дудея, и Грец. То есть изначально я получала профильное образование юридическое и психологическое, а потом меня как-то судьба занесла в благосферу, и я там освоилась. Причем это была такая вынужденная практически, если так можно сказать, гражданская позиция, потому что меня очень сильно напрягла история задолго до Крыма и его отъятия Украины. Это была история с законодательством, когда был принят закон Димы Яковлева, когда развернулась крупномасштабная такая очень серьезная отравля в СМИ, и Америку начали рисовать такой сверхдержавой, агрессивной, где погибают российские дети. И меня это изумило до крайности, потому что мы на тот момент серьезно занимались детскими домами, у нас было несколько таких больших благотворительных проектов, и я совершенно четко знала, что детей с тем или иным отклонением, как правило, усыновляют только американцы. Для меня это, конечно, совершенно великие люди, которые действительно... Ну, нет проблемы... Во-первых, нет слова «инвалид», да. Отношение к людям совершенно другое, нежели в Российской Федерации, где на этих ребят до сих пор принято показывать пальцем и как-то глумиться или неадекватно их воспринимать на улицах. И вот с этого периода началась такая спонтанная моя журналистика. Я завела себе блог, где я начала писать маленькие статьи на эту тему, и это вызвало очень широкий отклик. Тогда впервые я столкнулась с так называемыми ольгинцами. Это были тогда разрозненные очень малые группы людей, которые... Так называемые боты, да, которые пишут тебе гневные комментарии, проклятие в твой адрес, какие-то нелицеприятные спичи. Причем ты представляешь факты абсолютно конкретные, сколько детей здесь погибает от рук родителей-алкоголиков, сколько детей здесь пропадает в детских домах и в интернатах, как страшно ситуация обстоит с психоневрологическими диспансерами. А в ответ тебе льется какая-то пропагандистская агрессивная ересь в духе, что Америка наш враг номер один, и там какие-то проклятые чуть ли не педофилы издеваются над изумительными русскими детьми. Вот это меня тогда шокировало, когда я поняла, что машина пропагандистская разворачивается в полную мощь, и что это только начало. А те вещи, которые происходят сейчас, конечно, уже изумляют до крайности. И ты иногда поверить не можешь в то, что федеральные каналы могут снимать настолько странные сюжеты и рисовать такие картины апокалипсиса, все время выставляя именно The United States of America как такого врага номер один. То есть вот с этого началась такая карьера в блогинге. И опять же, вот история, которая поразила меня, но она, к сожалению, здесь очень типичная, коль скоро мы заговорили о детях, это история детского хосписа, которая для наших краев считается абсолютно обыденной. Она, я просто не помню фамилию мальчика, но схема всегда одна и та же. Существует детский хоспис. Это некое учреждение, которое существует на взносы волонтеров и неравнодушных людей. Там сотни неизлечимых детей, которые нуждаются в препаратах, самых различных препаратов. И Россия, как огромная, великая империя, конечно, эти препараты не производит, а закупает их всегда за границей. И вот ситуация ужасна. Заключается она в том, что для того, чтобы своему умирающему ребенку заказать препарат, ты заказываешь его через какие-то десятые руки, получаешь его на почте, и с этого момента ты становишься преступником. То есть ты попадаешь под законодательство о наркоторговле. И вчера случилось очередное резонансное дело, когда мама Миши Боголюбова пришла на почту забрать посылку, по-моему, если я не ошибаюсь, препарат называется Фризиум, я могу ошибаться в наименовании, где ее ждали полицейские и устроили ей 9-часовой допрос. Причем на них совершенно никак не возумело никакого... Для них было безразлично, что у мальчика приступ, что у него кровотечение, что много лет он ест через трубку, что с ним осталась младшая сестра, что вообще нужно как-то срочно вернуться домой и хотя бы привести мальчика в порядок. Только после звонка Анюты Федермейсер, которая звонила по каким-то своим каналам, чуть ли не в правительство, после 11 часов допросов, ее нехотя отпустили домой и сказали, что мы еще в течение нескольких дней разберемся, следует ли возбуждать уголовное дело и вообще, что с вами, с такими вот преступниками делать. А для людей, кто не в курсе событий, для несведущих, я уточню, что по России таких детей десятки тысяч. То есть это десятки тысяч детей, нуждающихся в том числе и в препаратах против судорог. Здесь их никто не производит и производить не собирается. Что опять же признак изумительной великой державы, которая обеспечивает своих жителей всем необходимым. А заказать нельзя, и ты становишься мгновенно преступником, опять же, наркоторговцем. Как была очень резонансная история, если вы помните, с чудесным мальчиком из Краснодарского края, изобретатель изумительный, который делал солнечные батареи, и он был признан в Европе в том числе. Он делал какой-то невероятный апгрейд этих изделий. Дома маленькая лаборатория, все в каких-то кустарных условиях. Он заказал тоже какой-то растворитель. К нему приехали изумительные полицейские. Сказали, что нарушаем гражданин, будьте любезны, пройдемте. После чего ему пытались тоже инкриминировать наркоторговлю. Прокуратуру на тот момент запрашивала 11 лет. И изумительные адвокаты. И только общественный резонанс его спас. То есть поднялся грандиозный шум, как сделан Голунова, и он смог из страны уехать. То есть ему дали, по-моему, условно, если я не ошибаюсь, и он уехал. Замечательный, талантливый, молодой парень, который был таким ярым патриотом. Действительно искренне любил свою родину, хотел ее прославить. Вот так здесь обращаются с местными илонами масками, собственно. Я не в курсе, честно говоря, как обстоят с препаратами. Вот если вообще такой аналог в Америке, мне сложно представить, чтобы маму неизлечимо больного ребенка схватили на почте за то, что она получает какой-то препарат. Ну, конечно же, здесь такого нет. Но я вам скажу честно, вот я прослушал эту историю. У меня появился, ну, наверное, по крайней мере, один вопрос. Как, есть ли какой-то выход из этого заколдованного круга? Детям нужны препараты. Препараты не производятся внутри страны, и в то же время иностранные препараты запрещены. Значит, на что обречены эти дети? Ну, там на самом деле есть юридическая казуистика, на которой они и настаивают. Они говорят о том, что как только иностранные компании зайдут и сертифицируются, то мы немедленно, конечно, откроем ворота, и пусть они продают здесь все, что хотят. Любой человек из крупной иностранной компании, который сюда когда-то заходил, прекрасно знает, что такое откат и все остальное. И очень многие люди именно по этой причине дикой криминализации и какого-то просто невероятного мздоимства в Россию больше не заходят, как, опять же, преснопамятный прекрасный Илон Маск, который пытался договориться с Роскосмосом. Мы все помним эту историю, когда он говорил, ребята, давайте вместе совершать какие-то коммерческие полеты на Марс и обратно. И после того, как Рогозин озвучил сумму, он сказал, спасибо, не надо, за эти деньги я сделаю ракеты сам. Вот это вот вечный камень преткновения, причем ужас ситуации еще в том, что пять лет эту ситуацию пытаются решить и на всех прямых линиях. Вот сколько я видела какие-то выступления изумительного Путина, ему этот вопрос задают рандомно пять лет. Пять лет он хмурит бровь и говорит, что мы немедленно займемся этим вопросом, значит, я отдам распоряжение, и мы тут же перепишем законодательство и примем какие-то меры. Но пять лет никто никуда не дернулся, собственно говоря. У меня вообще такое ощущение, что власть максимально стала провокативной, они как будто надели какие-то шоры и ждут такого, как сказать, максимального всплеска со стороны простых людей. Потому что вчера то, что я наблюдала в Фейсбуке, это было следующее. После того, как пост Лиды Манява, это как раз изумительная девушка, которая занимается детским хосписом, и изначально его основывалась группа людей. В России это теперь звучит группа лиц по предварительному сговору, судя по тому, как развивается ситуация. Кошмар. Она написала пост, за сутки буквально он набрал там 20 тысяч лайков и 20 тысяч репостов, позвонили все местные журналисты от НТВ, НТВ, Ижи с ними, Дожди, Снега и все остальные. Поднялся шум, выступил Песков, что это вот классическая тема всех пяти лет, мы примем меры, мы обязательно разберемся. У нас все на карандаше, не надо переживать, мы держим руку на пульсе. Но ВОЗ и ныне там, то есть я, честно говоря, думаю, что люди немножко в стратосфере находятся, поскольку, опять же, ни для кого не секрет, это общественно доступная информация, все дети этих людей из администрации президента или депутатские дети, конечно, в России не лечатся. То есть все в курсе событий, что эти фантастические ребята знают, где хорошая медицина, и сами себя лечат тоже не в России. И поэтому им, безусловно, наплевать. То есть у них такое, какое-то очень барское отношение. У тебя есть какие-то дворовые холопы. Ну, 200 сюда, 200 туда, кто-то не дошел. Очень утилитарное восприятие жизни. И они немножко оторвались от реальности, потому что я вижу, как это все объединяется в одну большую картину. Вот вчера уже под постом Лиды Манявы на Фейсбуке родители писали, что мы готовы, а я напомню, что этих родителей десятки тысяч, выйти рядами и колоннами. Мы готовы взять своих детей на инвалидных колясках, при том, что половина этих детей парализованы, у них вегетативное состояние, они едят через трубку в горле. Мы готовы взять их на руки, перекрыть федеральные трассы и выйти. Лида, дайте отмашку. И Лида сказала, подождите, давайте как-то, ну, мы сейчас попробуем мирно. Вот это вот давайте попробуем мирно, оно здесь за пять лет, к сожалению, не привело вообще ни к чему. Я вот сейчас слушаю вас, задумался в том смысле, что я могу где-то понять, допустим, там, боязнь конкуренции, да, но вот мы не хотим запускать иностранные медикаменты к нам в страну, для того, чтобы не создавать конкуренцию в своей фарме. Но тогда у меня вопрос, а почему же вы сами не делаете вот эти вот медикаменты, либо по рецептам, либо эквиваленты того, что производится за границей? Вот это я не понимаю. Я больше скажу. У меня вообще в последнее время появилось такое физиологическое ощущение, что это натуральный геноцид. То есть действительно на этом можно было бы сделать обычный бизнес. Коль скоро ты принципиально перекрываешь кислород иностранным компаниям, изволь тогда, ну, как какой-нибудь там в кавычках не дай господь стерлигов, сделай завод, при том, что все знают, что российские миллиардеры, приближенные к государственному телу, обладают огромными массами денег, и им ничего бы не стоило действительно в каком-нибудь Подмосковье открыть десятки таких заводов. Нет никакого желания этим заниматься. Это абсолютно точно. Точно так же, как у них не было никакого изначально, вот, допустим, что такое история с пенсиями? Им что, не хватает денег? И у них какая-то дыра в бюджете? Нет. Это тоже такое принципиальное решение, что, значит, а сейчас мы забираем у вас практически последнее. Потому что для людей среднего класса это существенные деньги. И то, что они сделали с пенсионной реформы, это, конечно, выходит тоже за рамки здравого смысла. Огромное количество озлобленных сейчас персон 50 плюс тоже были готовы выйти на улицы. И власть спасает только то, что у людей есть такой синдром выученной беспомощности. Люди, как бы, немножко это такая усталость невероятная, разочарованность и изломанность внутренняя. Вот за счет этого, как бы, здесь еще нет никакого внутреннего взрыва. А впервые за всю новейшую историю России у нас, например, официально по данным того же Роскомстата 20 миллионов человек за чертой бедности. Ну и хочется спросить, что, подождите, а как так? Великая, огромная страна, столько природных ресурсов, то лес кому-то продаем, то нефть, то газ. 20 миллионов, это нищие люди, которые при этом работают. Вот тоже фантастика научная. Казалось бы, если человек ходит на работу, разве он может быть за чертой бедности? В России, да. То есть такая Танзания, такая нигерийская маленькая община. Вы знаете, я вот лично, я очень давно вас слушаю и очень вам признателен, честно за вашей передачей, поэтому такое было желание все-таки познакомить нашу аудиторию с вами. И я знаю, слушая вас, что вы не оговариваетесь. Поэтому вы, то есть вы говорите то, что вы хотите сказать. И вот то, что вы сейчас сказали буквально пару минут назад насчет своего рода геноцида, действительно мысль закрадывается в голову. Почему? Потому что они пытаются ли власть играть роль Господа Бога и вот этот естественный отбор заменить искусственным отбором. Вот тем, что они удерживают производство тех или иных препаратов, которые очень целенаправленные. Они ведь не удерживают производство, допустим, там, пирамидона, да, или там, не знаю, анальгина какого-то. Они удерживают очень целевые препараты. Так вот, не пытается ли власть взять на себя вот эту функцию Господа Бога и заняться вот этим отбором? Как вы думаете? Я считаю, что не то, что не пытается. Она давно взяла на себя этот функционал. И в таком красивом белом пиджаке с блестками ребята решили, что да. А кто, если не мы, будет вершителем судеб? А кто, если не мы, будет расчерчивать, расчерчивать, кому здесь остаться, а кому отсюда уйти? Это абсолютно четко читается во всех последних законодательных инициативах. Я еще раз говорю, можно посмотреть пенсионную реформу, можно посмотреть, что они делают со здравоохранением системно на протяжении 20 лет. И вообще, с социальными выплатами, там, как существуют здесь многодетные мамы, тоже на грани фола история, что происходит с системой образования. Потому что, это тоже все звенья одной цепи, и мы когда-то занимались серьезными благотворительными акциями, мы ездим там ежеквартально в дом престарелых, это тоже совершенно такие устрашающие заведения, где люди, которые сейчас строили СССР, воевали в Великую Отечественную войну, им там сейчас 92 года, они брошенные, никому не нужные, оставленные старики, с какой-то непонятной пенсией, которая тут же приватизирует себе государство, поскольку это государственное учреждение, и предоставляет за это какие-то очень сомнительные услуги. И, опять же, там если брать, ну, что такое старик, да, это человек, который нуждается в особом уходе, это должны быть какие-то квалифицированные сиделки. Когда ты приходишь в более-менее приличный дом престарелых и видишь на 50 человек одну нянечку, замученную, измотанную, которая не может не поменять памперс, не накормить обедом, потому что она ненавидит весь мир, и она раздраженно сует эту алюминиевую ложку в рот дедушки с выпавшими зубами, это, конечно, настоящий концлагеря. То есть, тот, кто, может быть, давно в России не был, полагает, что я немного утрирую, я рекомендую вернуться и насладиться в полной мере, если есть какие-то иллюзии и со стороны издалека где-то кажется, потому что картинки-то красивые показываются на каких-то саммитах, и Путин изумительно докладывает, что у нас все в порядке, послушайте, права и свободы соблюдены, подъем, нарисованные ракеты, у нас все чудесно, только это расходится с реальностью достаточно сильно. Ну да, еще получается так, что это несчастная нянечка, которая ненавидит весь мир, она его ненавидит за какую-то абсолютно мизерную зарплату, на которую сама не может прожить. Вот что страшно. Ну и там на самом деле закольцованная история, это тоже такой уробор страшный, потому что эти женщины вот в малых городах, мы ездим там в Тольскую область, как правило, все они им где-то около 50 лет, они многодетные мамы, их дети живут тоже в какой-то страшной нищете, не могут позволить себе ни хорошего образования, ни перспектив. Начинается алкоголизм, естественно, поскольку люди не видят выхода, безусловно, кто-то поедет в большой город, там часть в Москву, часть в Питер, часть попытает, часть и где-то еще. Но в основном, конечно, люди испытывают какое-то такое придавленное состояние некой безысходности. Тем более на фоне, когда ты пытаешься там бастовать, высказывать свое мнение и говорить что-то супротив, тут же заводится серия политических дел, как это было с новым величием, если вы знаете, да, сейчас же ребята из ФСБ шагнули далеко вперед, они, есть провокаторы, которые, как это было, опять же, с новым величием, изумительно, молодой человек, 35 лет, внедрился практически, подошел к молодым ребятам, студентам, первокурсникам, сказал, ребят, давайте как-то против власти в конце концов что-то делать, что сидим, вот так вот обсуждаем, тривиально, как бабушки на кухне кости перемываем друг другу. Организовал группу, написал устав, снял им офис, и ребята уехали в тюрьму тут же, на протяжении года длится следствие, никаких там подвижек нет, все это сфабриковано, все это сшито, то есть человек, который был изначально провокатором, просто исчезает из материала в дело, его и след простыл, а девочка, которая была, по-моему, взята под арест, там была изумительная барышня, ей на момент ареста было 17, и это никого не волновало абсолютно, то есть всех тоже как-то мимо ушей пропустили, что девка, ну, да, в жизни все бывает, вот такие политические заключенные. давайте мы в этом месте прервемся буквально на несколько минут, послушаем рекламную паузу, вернемся в программу, и обязательно у меня есть еще несколько вопросов, которые просто честно интересуют, поэтому увидимся через пару минут, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Уважаемые дамы и господа, как мы и обещали, мы возвращаемся в программу гость студии у нас в гостях Инна Сергеевна, это блогер, очень известный, очень популярный, и не только блогер, но мы, у нас разговор идет о том, что для тех, которые только что подключились, Инна Сергеевна нам рассказала о ситуации, которая обстоит с медикаментами иностранного производства в России, ну и вообще очень много интересных вещей, и я сейчас, возвращаясь в эту программу, хочу просто напомнить нашим слушателям, что мы именно в этом часе не принимаем звонки, так как я бы очень хотел, чтобы вы внимательно послушали то, что вам, то, о чем вам рассказывает Инна Сергеевна, ну, а уже в следующие разы, дай бог, все будет в порядке, и мы начнем опять же принимать звонки, и я больше чем уверен, что Инна Сергеевна согласится, по крайней мере, на них ответить, я так думаю, а пока, Инна Сергеевна, у меня для вас, к вам есть вот такой вопрос, опять же, на тему медикаментов, и на тему детских хаспиц, скажите, пожалуйста, что по этому поводу, мне просто интересно, что говорит Минздрав по поводу того, что вот, но они же не могут не знать того, что происходит, я больше чем уверен, что они в этом не признаются, мне просто интересно, как они на это реагируют. Ну, они, конечно, во-первых, никогда не признаются, что они что-то не знают, они занимают всегда очень нейтральную позицию, в России мистическим образом так все устроено, что все, любая структура, вот, какую бы вы ни назвали, не знаю, Минздрав, Роскомнадзор, какой-то, даже если это шашлычница крохотная стоящая где-то на Арбате, все смотрят на то, что скажет его святейшество Верховной главнокомандующей, если, здесь, вот как произошло в этой ситуации, да, значит, было семичасовое задержание, допрос на почте этой прекрасной мамы, куча журналистов написали какие-то резонансные статьи, за сутки поднялась огромная волна, и когда лично выступил Песков и сказал, что мы безусловно этим займемся, я вас уверяю, в течение 24 часов Роскомнадзор выступит с аналогичным заявлением и по разнарядке сверху, вот как в феодальной структуре, да, разрешил царь, батюшка, с кипетром кого-то ударил по голове, с этого момента начинаются какие-то официальные заявления, потому что до этого они отмалчивались и давали какие-то очень пространные комментарии, что, дескать, ну, не положено, ну, не сертифицирован препарат этот, например, да, есть у нас заменитель, там гениальная совершенно есть схема, которую я считаю абсолютно мошеннической, поскольку у меня несколько моих клиенток, они серьезные хирурги в Петербурге, это барышня, которая занимается практикой уже очень много лет, мне говорят, ты понимаешь, с юридической точки зрения все очень хорошо, есть российские препараты, и когда тебе говорят, что вы можете выбрать из существующих там пяти, формально все правила приличия в хороших домах соблюдены, ни один из этих препаратов не работает, это говорят практикующие врачи, чего бы вы ни коснулись, то есть нужен вам какой-то пластырь прекрасный, какой-то гиперлергенный, неважно, вот даже если это какой-то простой насморк, да, не знаю, там не будем называть препараты, но оно не работает, и в этом, конечно, совершенно фантастическая история, это так же, как с продуктами, мы разговаривали, я обнаружила это еще лет пять назад, у нас от лимфомы погибал близкий друг, молодой парень 37 лет, и вдруг стало понятно, что здесь есть эпидемия, которая тоже замалчивается, принципиально есть разнарядка сверху, не оглашать никакие цифры, это миллионы и миллионы молодых людей, которые не могут получить квалифицированное лечение, естественно, кто-то выезжает в Израиль, кто-то в Америку, но люди просто отсюда бегут, и это если они еще сумели накопить каких-то денег на медицинское обслуживание, а ты ешь пластиковые продукты, у нас же прекрасные импортозамещения, когда гордо чиновники говорят, что нам не нужны никакие поставки, у нас все совершенно свое, понимаете, можем сами делать сыры, можем сами делать колбасы, все, что хотите, собственного производства, то, что это не проходит никакие санитарные нормы, это десятый вопрос для правительства, и сами они опять же этим не питаются, и у них совершенно закрытые чудесные свинофермы и все остальное, а простые люди травятся пальмовым маслом и еще какую-то дрянью, которая вообще не должна попадать в ротовую полость, ни под каким предлогом. И та же самая история с препаратами, то есть медикаменты и продукты здесь, конечно, делаются из очень странных препаратов. И люди... У меня вообще ощущение, честно говоря, что, опять же, возвращаясь к теме геноцида, что это не просто халатность, это не просто какое-то разгильдяйство, и что кто-то там не проверяет, сколько мяса в колбасе, а это некая целенаправленная политика, поскольку, опять же, люди при власти совершенно точно знают, что они этого не касаются, и эти сосиски никогда не попадут на стол их детям, то дана некая такая негласная отмашка, что холопом можно есть и из пенопласта сыр. Ну, опять же, тогда напрашивается вопрос сам по себе. Ну, хорошо, допустим, ну, вот они устроят геноцид, истребят какое-то количество населения, какое-то само уйдет, и с чем эта страна останется, или не так, с кем эта страна останется? То есть, что, какое население обречено в этой стране? Нет, здесь как раз, если брать их политику партии, она вполне себе здравая. Первое, кого они сейчас устраняют физически, это люди пожилые, беспомощные. Это уйдут люди старше 60 лет, которые, опять же, не смогут себе даже купить какое-нибудь банальное лекарство от давления. Самая высокая смертность это сердечные приступы, и если вы в курсе статистики, ну, то у нас мужчины, например, практически до пенсии не доживают. Почему они приняли этот казуистический хитрый план, чтобы увеличить на 5 лет, что, дескать, мы заботимся о нашем поколении, негоже сидеть дома в 60, все еще в полном соку и гигеи могут быть полезны обществу, до 65 работ. Особенно это приятно слышать, например, шахтерам каких-нибудь. То есть, они сказали, ура, наконец-то мы сможем до 65 взаботиться. Да-да, наконец-то нас вынесут вперед ногами из этой шахты. Вот да. То есть, я логику в этом вижу их четку. Это уйдут сначала люди действительно старшего поколения, останутся, грубо говоря, молодые, кто будет возить вагонетки, а им многое не нужно. То есть, они такие очень жестокие рационализаторы. Распродать леса и все остальные свои прекрасные полезные ископаемые. И потом, когда верховный главнокомандующий на полном серьезе, это же не мои домыслы и влажные мечты, говорит, на огромный круг. То есть, я не помню, где это было, когда он выступал с блестящей речью о том, что когда мы нанесем ядерный удар, что все сдохнут, не успев покаяться, а мы попадем в рай. То есть, это же не разговор, например, на кухне с друзьями в нетрезвом виде, правда? Это же не какая-то неудачная шутка, за которую ты потом просишь прощения и говоришь, ребят, виноват был недостоин чести советского офицера. Это осмысленная, подготовленная речь, когда ты изолируешь себя от мира, ты понимаешь, что будут введены сначала один пакет санкций, потом второй, потом сейчас они заявили на днях, что они планируют отключение прекрасных карт Visa и MasterCard, что это не нужно на территории России. Это же тоже блестящая совершенно идея. Ну, конечно, их же к Свифту не подпускают, поэтому, зачем они нужны? Или такая же грандиозная затея, когда они озвучили это три месяца назад, что мы выключим интернет, нам мировая сеть в принципе не нужна, потому что, опять же, там злые американцы через Марка Цукерберга воруются наши данные, хотят залезть к нам. Правда, я сложно понимаю, зачем Марку Цукербергу знать, потому что Николай Петрович, какое порно он смотрит, да, или что он заказал в Алиэкспресс, это большая загадка. То есть, но работает... Подожди, секундочку, а как же чертежи наших, так говорится, на улице удобств? Вот, опять же, только разве что это воровать. Причем, где-нибудь под покровом ночи, потирая потные ладошки, и говорят, ну, наконец-то. Ну да. То есть, настроились джентльмены вполне себе на конкретную такую сепарацию, что вот мы богоизбранная территория, почему такое безумное количество храмов? Да, но это же абсурд, когда ты действительно, вот эта история скандальная в Екатеринбурге, строишь третий храм на одной улице. Да. То есть, даже верующие люди, я впервые такое наблюдаю, когда верующие люди, нежно относящиеся к православию, даже они взбунтовались, вышли и сказали, подождите, ну, а нашим детям негде гулять. У нас нет нормальных школ, у нас нет нормальных медицинских учреждений, вы не вкладываете деньги в науку, вы не можете построить завод и здесь делать хорошее лекарство, но вы строите зачем-то третий храм. Идет бесконечная вот эта накачка, что кто не с Богом, тот против нас, что мы православные, мы носители некой сакральной такой абсолютно какой-то доктрины, а вокруг разваливающийся, разлагающийся мир и опять же постоянно речь идет об американцах и они бедного этого Илона Маска полощат с Роскосмосом с утра до ночи, что это пентагоновский аферист, выкачивающий миллиарды долларов, чипирующий людей, подводящий нас к катастрофе, ведущий нас как сатанистам к какому-то... Ну, это настолько фантасмагория, вот люди, которые бы здесь посмотрели федеральные каналы хотя бы неделю, конечно бы потом долго пили успокоительные, потому что поверить в это нормальному человеку нельзя и уцелеть как бы тоже нельзя, это нужно в шапочке из фольги сидеть, отгородиться и не трогать. Ну, я думаю, что в этом есть небольшая такая ну, ирония и, наверное, печаль. Я говорю о том, что ну, не хочу богохульствовать, но в Америке, например, есть такая цепь аптечных магазинов, называется Волгринс. Так вот, их философия это как сказать, в районе должно быть такое количество магазинов, чтобы человек туда из любой точки района мог дойти пешком. Так вот, я думаю, что в вашем варианте это как раз касается вот церквей. То есть они вместо того, чтобы строить фармацевтические какие-нибудь магазины, они лучше поставят церкви. И вот тоже буквально в доступе в шагах от дома. Да, да, причем первоначально люди думали, что это просто какое-то отмывание денег и что это некая барская забава. Это, как правило, было развлечение губернаторов, причем они, не гнушаясь, заходили к любым крупным предпринимателям и говорили, хочешь ты построить какой-то завод, это называлось социальная нагрузка. Давай-ка, родной, помимо откатов, значит, построй здесь церковь, вот здесь вот храм, и дальше по списку будем разговаривать. А у них планы крайне дальновидные, они в этом совершенно правы, потому что верующие люди здесь, они находятся как бы в таком междумирии, и их приучают с детства к очень простой вещи, что зачем тебе хорошее медицинское обеспечение. Твоя задача прочитать очень наш, стоя на коленях на горохе, поцеловать икону Сталина и на этом закончить, потому что у них же фантастической красоты вот эти парады, кто не видел, 9 мая, когда в одной колонии идет Зюганов, идет Залдостанов, идет какой-то прекрасный там патриарх или его зам, и все они вместе, и люди, у которых когетивный диссонанс, кто еще вырос в Советском Союзе, они, подходя к Зюганову, говорят, подождите, а как же так, ну вы же коммунисты, он говорит, ну и что? А Иисус Иосифович был первый вообще на самом деле коммунист, то есть мы все в одной лодке, ребята, это нормально, и вот эта доктрина такая удивительная, шизофреничная, очень, очень хорошо здесь, к сожалению, прижилась. Я пропустила вопрос от Дмитрия. Да, 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 ну вот есть вопрос от Дмитрия, я его сейчас зачитаю, вопрос от Дмитрия, хотелось бы узнать ваше мнение, как вам такая идея, что возможен только единственный вариант отстранения Путина от власти, только лишь при условии, что будет создано правительство в изгнании, которое скажет, сможет убедить Запад, что, о, вау, тут человек немножко, конечно, закрутил, что может убедить Запад в том, что после свержения Владимира Владимировича, оно сможет взять полный контроль над ядерной кнопкой и другими средствами. Я думаю, что при всей фантастической как бы форме звучания у Димы есть очень рациональное зерно, я об этом вчера очень много говорила в прямом эфире, потому что Путина история такая роковая, он в свое время выгнал огромное количество крупных бизнесменов, у которых по беспределу здесь забирали абсолютно все, то есть у кого-то забирали нефтяные компании, у кого-то строительные, ну, неважно, это все состоятельные, влиятельные взрослые люди, никто не забыт и ничто не забыто, и безусловно, не в том смысле, что они хотят отомстить ему там персонально, вонзить какой-то кинжал в спину, нет, но эти люди, конечно, держат руку на пульсе и хотят смены власти, в том числе для того, чтобы вернуть свои активы, потому что, когда у тебя забрали твое детище, которое ты создал у 20 лет, это никого не оставляет равнодушным, и то, что эти люди консолидировались, и они какой-то вариант рассматривают, я в этом абсолютно убеждена, что они действительно, потому что для Запада самое большое опасение, я бы тоже этого опасалась, это правда, вот эти вот огромные территории, недавно же была прекрасная премьера Чернобыля, если вы смотрели, прекрасный фильм BBC, а люди не в курсе событий, что таких вещей, как Чернобыль, в Российской Федерации огромное количество, и, ну, никого не хотелось бы пугать, не хотелось бы нагнетать, но это все может повториться очень легко, потому что у меня просто отец занимался закрытыми предприятиями, он занимался в том числе и еще советским космосом с 89-го года, то есть отношение тогда к этому было безалаберное, абсолютно скотское, где на проходной, выходной могли проникать любые люди, да, а сейчас, когда прошло 20 с лишним лет, то там, конечно, абсолютно такая, ну, пороховая бочка, и я убеждена, что Дима очень близок по своему сценарию к тому, как это будет развиваться, потому что здесь же еще такой парадокс, Путин тоже грамотно сделал, он зачистил до зеркального блеска всю оппозиционную структуру, то есть вот как, когда демонстративно уже на выборах президента, а он там не допустил Навального, да, и не было ни одного сильного соперника, то есть это же тоже фантасмагория, когда ты по-барски выходишь и говоришь, ну, кто у нас здесь будет со мной сражаться? Да, и быстренько поднимает руку мистер Грудинин, и с таким знанием свинского языка начинает что-то там метать какой-то бисер. Вот, и это все, конечно, такой, ну, абсолютный цирк дюсалей, то есть люди поняли, что власть перешла уже в какое-то крутое пике, то есть это действительно находится в стратосфере, ты говоришь, все, я здесь решаю я, вот как сейчас ситуация тоже с московскими выборами, она крайне симптоматичная, то есть они отстранили 20 кандидатов, просто отстранили, и сказали, что нашли формальный повод, якобы какие-то неправильные подписи, но все все понимают, как это делается, и даже с огромным штатом юристов, и даже с огромной поддержкой людей, которые выходят на митинги, вот мы сейчас там пойдем 20-го числа, власть делает вид, что она не слышит и не видит, и она как бы над схваткой, что, дескать, там какие-то маленькие жучки и паучки ползают, а здесь Дима прав в том, что во мне, это уехавшие люди, это состоятельные, серьезные, взрослые, мачо, которые, конечно, будут вести диалог немножко по-другому. Ну хорошо, а в отношении жучков и паучков теперь, это все прекрасно, что есть люди, которые хотят отобрать власть, замечательно, но, а как насчет ФСБ, как насчет нацгвардии, как насчет других силовых структур, с этим как? А что, знаете, для того, чтобы понять уровень, например, великих и ужасных ФСБшников, игрушников и всех остальных, когда-то это были действительно серьезнейшие структуры, и когда-то там, ну, ими рулили, во-первых, профессионалы, там не было дураков, можно по-разному относиться с моральной точки зрения, там, этично, неэтично ставить жучки и прослушивать, но, тем не менее, это были профи своего дела. Когда всплыла история, например, изумительная с отравлением Скрипалей, и стало понятно, что ребята, герои России, это такие, которые половину новичка прорили в самолете, потом они потеряли что-то, потом этот флакон, потом случайно отравили котов Скрипалей, потом половину Лондона, ну, то есть, во-первых, я убеждена, что они некомпетентны, мягко говоря, а потом у меня есть еще физическое ощущение, что часть из них достаточно сильно устала от существующего положения вещей, и внутри Мадридского двора есть абсолютно два крыла между собой, находящихся, если не в открытой войне, то в скрытом противостоянии совершенно точно. То есть, одни ребята, там вот есть, например, Путин и замечательный духовник Шевкунов, который везде выступает публично, да, его приверженцы это такие действительно ортодоксальные христиане, которые говорят, что нам нужно больше церквей, нам нужно, это они были инициаторами, ну, не знаю, в начальных школах ввести обязательно церковно-славянский язык и какое-то поповское образование, и люди из этого крыла воспринимают санкции как некое благословление, они говорят, ну и что, да, будем ходить в лаптях, да, может быть, нас изолируют, будем такой маленькой Северной Кореей, выключим интернет, в конце концов, будем заниматься, играть на гуслях, понимаете, собирать валежник, и нам не нужно остаться, мы являемся носителями нашей скрипоносной доктрины, нейролинк Илона сказал, что мы сейчас будем выживлять чипы, вы будете знать по 69 языков, мы будем лечить Альцгеймер, поднимать парализованных, то есть они же понимают, что где-то там за рубежом есть нормальная жизнь, совершенно другая, и вот это противостояние, оно выльется, конечно, в такой конфликт, и эти люди, безусловно, перейдут на сторону другого правительства практически мгновенно, но морально к этому они 100% готовы, то есть они выжидают, они не будут это инициировать, они никогда не будут зачинщиками, но то, что они находятся в выжидательной позиции и держат нос по ветру, и ищут где, кто, когда консолидируется и создаст какую-то силу, это 100%. Вы знаете, я абсолютно, ну вот, иногда я смотрю ваши пропагандистские, я имею в виду российские пропагандистские каналы, мне просто интересно, что там происходит, и вы знаете, у меня появляется одна только мысль, вот из всех вот этих вот трех каналов или там четырех каналов, ну, я могу это понять во времена Советского Союза, когда там еле-еле пробивался голос Америки или радио Свобода, но сегодня при наличии интернета, вот люди, которые выступают в этих программах, вот эти пропагандисты, вот эти, ну, я знаю, комсомольцы, коммунисты, на что они рассчитывают, действительно, ведь, ну, кто их смотрит и кто им может действительно верить? Не понимаю. верят огромное количество людей, это тоже такое святое заблуждение, потому что вся образовательная система, она, конечно, взращивала людей, которые не имеют критического мышления, ты принимаешь на веру любую информацию, тем более, они создали серьезнейшую пропагандистскую машину, которая с утра до вечера говорит, что, ребят, вы, конечно, можете зайти в интернет, вы, конечно, можете почитать и CNN, и BBC, и все, что угодно, но там же тоже враги не дремлют, это же все фейк-ньюс, вы понимаете, вот до чего дошла та же самая проклятая Америка, ведь лгут от начала до конца, чтобы нас поработить, и поэтому рассказывают, если на полном серьезе, слушайте, на НТВ идут сюжеты о том, что из загнивающей Америки люди убегают и хотят остаться на пумыже в России и просят какого-то политического убежища. Это пишут люди из деревни Селятина, которые в рваных трусах стоят на проезжей части и собирают неизлечимым больным своим детям на лекарства. То есть это, конечно, сюр за гранью добра и зла, но машина пропагандистская за эти 20 лет вырастила особый подвид очень агрессивных людей, которые даже, несмотря на огромный поток информации извне, не воспринимают это. То есть это такие... У Тимоти Лири была хорошая фраза «личиночные люди», когда у человека что-то не бьется с его карты мира, он это отторгает мгновенно. Он говорит, это чушь собачья, я не хочу даже слушать это. Это совершенно однозначно вражеские какие-то происки. У нас есть церковь, у нас есть своя доктрина, свой путь, и мы совершенно автономные ребята. И нам главное слушать царя. И таких людей очень много. Они, безусловно, в определенном возрасте находятся. То есть молодежь этим не купить, и даже люди среднего возраста на это плохо покупаются, но люди зрелые, с наслаждением смотрят и Соловьева, и Киселева, кивают и говорят, да, пора превратить Америку в ядерный пепел. Это враг номер один. Да. Страшно. Страшно не то, что они хотят превратить Америку в пепел. Страшно то, что люди имеют вот такое мышление и вот так принимают все на веру. Это просто на сегодня... В 21 веке это, я считаю, что это просто... Ну, нет этому оправдания, поэтому, ну, что можно сделать? Согласна. Ирина Сергеевна, должен вам с ужасом констатировать факт того, что время неумолимо идет вперед. И я вот смотрю на эти часы, думаю, как бы это время немножечко назад отмотать, так, чтобы продлить наше общение. Но, к сожалению, вы человек родины, вы знаете, что это все такое. Да. единственное, что я... о чем я вас хочу попросить, это пообещать мне и нашим радиослушателям о том, что это будет не последняя наша встреча, что мы еще обязательно встретимся и продолжим нашу беседу. Пожалуйста. Да, для меня это была бы большая честь и огромное спасибо всем людям, которые нас слушали. Я прошу прощения, что мы не принимали звонки, но я надеюсь, что наша встреча действительно не последняя и все будет. Спасибо вам огромное. Это действительно, это был, ну, не просто долгожданный лично для меня, но и неожиданный, я думаю, сюрприз для наших радиослушателей. Поэтому, еще раз, огромное вам спасибо. Я знаю, что у вас там уже пора баиньки, поэтому спокойной вам ночи и будьте здоровы. Мы обязательно еще свяжемся. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Уважаемые дамы и господа, ну что ж, неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина продолжается. Сейчас у нас состоится наш разговор уже мой с вами. Мы только что познакомились с замечательным человеком, замечательная женщина молодая, очень умная, толковая, очень образованная. и вы те, которым повезло услышать ее выступление. Я действительно считаю, что вам повезло. Я абсолютно случайно наткнулся на ее передачи в Ютубе. Просто хочу вам сообщить, она, конечно, человек скромный, но у этого человека более 64 тысяч подписчиков на ее программы. Так вот, когда я ее услышал первый раз буквально года полтора тому назад, я вот пришел в редакцию и сказал ребятам, сказал, ребята, мы должны любой ценой как-то ее найти и попробовать ее привезти к нам на радио. И вот полтора года спустя, полтора года очень кропотливой работы, ее нужно было найти, нужно было навести контакты, мы наконец-то это сделали, ну и вот сегодня состоялся ее дебют в этой программе «Неполиткорректное ток-шоу», и я очень рад, что вам посчастливилось с ней познакомиться, она действительно очень интересный толковый человек. Итак, вторая часть нашей программы или нашего балета, опять же, это «Неполиткорректное ток-шоу», я его ведущий Анатолий Червец, участники, на этот раз все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200, для того, чтобы с нами пообщаться, обменяться мнениями, мы вещаем на волне 1430 AM и 991 FM, вы нас также можете найти на нашей веб-страничке www.radioNVC.com, ну и, конечно же, на наших страничках в Facebook RadioNVC и на нашем YouTube-канале RadioNVC, ну, моя обычная просьба, зайдя на наш YouTube-канал, если вы еще этого не сделали, если вы новый слушатель, добро пожаловать, нажмите кнопочку Subscribe или регистрация, и вы будете получите возможность получать всякие разные сообщения от нашего радио. Так, теперь, те, которые нас слушают в машине, если вы недовольны сигналом или качеством звука, который вы получаете, пожалуйста, используя наше бесплатное приложение на ваших айфонах и опятах, вы можете загрузить в это приложение, вы можете нас слышать и видеть, ну, или же, если вы работаете на платформе Android, вы можете зайти через ваш гаджет на нашу веб-страничку и точно так же подключиться к нашему радио. Ну, вот, вроде бы все орг-вопросы опять же решены, мы начинаем, а начинаем, хотел бы я начать с того, что вчера, я не знаю, скольким из вас посчастливилось услышать выступление нашего президента Трампа в Северной Каролине, это был такой, своего рода митинг, один из многочисленных, которые будут происходить следующие, ну, почти полтора года, то есть, это его, как бы предвыборная кампания, он будет отстаивать свой пост, свое звание президента страны, ну, и, конечно, я надеюсь, что, по крайней мере, наши радиослушатели ему в этом помогут, так вот, вчера я очень внимательно, с удовольствием, полтора часа провел у телевизора, слушал это выступление, и вы знаете, я вам скажу честно, первая эмоция, которая у меня вызвала это выступление, самую первую эмоцию, это было именно то, что я вспомнил, как в 84-м году я принимал присягу во время сдачи на гражданство, вы знаете, я на тот момент, наверное, был, ну, если не сказать самым счастливым человеком в мире, то, наверное, номером вторым либо третьим, почему, потому что более гордого чувства за то, что я стал американцем, я к этому времени, я понял, почему дается пять лет, чтобы стать американцем, эти пять лет даются для того, чтобы, во-первых, выучить язык, во-вторых, чтобы получить либо профессию, либо работу, если у вас уже есть профессия, и в-третьих, для того, чтобы отогреться вот именно вот этим отношением к тебе, как к американцу, то есть ты действительно становился членом огромного, огромного, замечательного общества, которое называется западная цивилизация, и я, опять же, скажу вам абсолютно честно, что когда я наконец-то получил возможность в первый раз выехать за пределы этой страны в другую страну, то есть мне нужно было получить паспорт, который я с удовольствием получил, и вот с этим паспортом я выехал за границу, и если бы я не могу передать вот то чувство, которым честно просто наполнялась моя душа, мое сердце, мое сознание, когда я приезжал в страну, ну вот в Европе, и при входе в таможню я давал свой темно-синий паспорт, на котором было написано USA, и отношение было абсолютно, ну единственное было немножко такое странное отношение во Франции, но в принципе во всей Европе, это было еще до Евросоюза, куда бы я ни приехал, везде было абсолютно какое-то такое, ну вот сумасшедшее отношение, но самое, самое такое, такое чувство гордости, это меня всегда переполняло, когда я возвращался в Америку, и я проходил таможню, и мне таможенный офицер после того, как проверял мой паспорт, говорил мне Sir, welcome home, понимаете, вот это, это действительно ни с чем несравнимое чувство, и вот вчера, я скажу вам честно, за 40 лет жизни здесь, ну, при господине, при президенте Рейгене, я еще был слишком молодым, я еще не настолько осознавал, понимал, мне было на тот момент всего-навсего 18 лет, 19, может быть, вот, поэтому в этом возрасте, конечно же, я не мог полностью оценить всю ту работу, которую он проводил, но вот сегодня я могу оценить то стремление президента Трампа вернуть Америку в то состояние, где нас уважают, нас не боятся, с нами считаются, но считаются только люди, которые действительно порядочные люди, которые понимают, что происходит в мире, и это важно, это очень важно, поэтому я вот вчера, послушав Трампа, я вам скажу, давайте говорить так, после Рейгена у нас были президенты Буш старший, 4 года, Билл Клинтон 8 лет, потом Буш младший, и потом Обама, так вот, я вам скажу честно, ни один из этих президентов, несмотря на то, что оба Буша были вроде бы, вернее, были республиканцами, но ни один из этих президентов даже близко не пытался превратить или сделать так, чтобы эта страна была великой, вот по-настоящему великой, с замечательной экономикой, с низкой безработицей, с тем, что люди действительно как-то чувствуют себя совсем по-другому, вот не было такого, почему, потому что, ну, при Буше старшем, он просто, как говорится, прокатился на волне Регена, пообещал, что не будет поднимать тексты, тут же их поднял, и на этом закончилось все его президентство, ничего он не сделал, кроме того, что, ну, освободил, правда, Кувейт от Ирака, это был Буш старший, ну, Билл Клинтон, я уже думаю, мне вам это не нужно рассказывать, потому что в основном очень большая масса сюда приехала именно во время Клинтона, конечно же, не мог он, то есть, вот, давайте я немножко перефразирую, потому что у меня очень много мыслей бегает в голове, эмоции через край, именно вот благодаря этой речи вчера, но, тем не менее, у нас в общине есть люди, которые, ну, настолько ненавидят эту страну до такой степени, вернее, не страну, они ненавидят, наверное, Дональда Трампа, они ненавидят то, все то, что он делает, они ненавидят это до такой степени, что, что бы Дональд Трамп не сделал, они все кричат, вот, он себя ведет не по-президентски, он себя ведет ужасно, он там какой-то, такой-то, такой-то. Дорогие мои, вот те, которые так считают, что Дональд Трамп ведет себя не по-президентски, я бы вам посоветовал сесть и подумать, а вот кто за последние годы, давайте говорить так, за последних лет 30, кто себя вел по-президентски, кто, покажите мне, и господа республиканцы, и господа демократы, покажите мне одного президента, который себя вел по-президентски, Буш старший, который обманул Америку, пообещав, что он не будет поднимать таксы, и он их поднял, и просто ввел этим в ступор все то, что сделал до него Рейген, кто себя вел по-президентски, Билл Клинтон, человек, который заврался вообще полностью во всем, который похабно себя вел со своими людьми, которые на него работали, включая Маннику Луэнский, он себя вел по-президентски, или может быть себя по-президентски вел Буш младший, который вообще не понимал, не соображал, где он находится, что он делает, и как с этим совсем совладать, особенно во время 9-11. Кто себя вел по-президентски, может быть Барак Обама, может быть человек, который не мог толком протащить ни через Сенат, ни через Конгресс, ни одного закона, и поэтому учредил самое большое количество руководящих указов, так называемых executive orders, почему, потому что не мог договориться ни с республиканцами, ни со своими демократами, ни с кем, таскал все через, как он сам говорил, через ручку и через телефон, так вот, кто, Обама был президентский, себя вел, или этот президентский ведущий себя человек, который вам пообещал во время того, как он вам заталкивал в глотки закон Обама Керр, и который вам обещал чуть ли не на Коране, что вы сможете оставить себе своих врачей, вы сможете оставить себе свою страховку, вы сможете оставить себе, если вам это нравится, все, что у вас было. много вы смогли оставить себе своих врачей, своих страховки и свои планы, к которым вы привыкли за эти годы. Он себя вел по-президентски? Или, может быть, он себя повел по-президентски тогда, когда он в Иран вернул чертову кучу денег и полностью снял с них все санкции? Он в этот момент, может быть, себя вел по-президентски? Скажите мне, пожалуйста, хотя бы один из вас позвоните и скажите, кто из этих президентов вел себя по-президентски? Я обращаюсь к тем, которые мне пишут в Фейсбук, которые мне пишут во все колокола, что Дональд Трамп себя ведет не по-президентски. Знаете, почему? Потому что плевать он хотел на всю эту политкорректность. У него эта политкорректность уже сидит в глотке. Это человек, который заработал тучу денег, просто тучу денег. И в свои 70 лет он мог спокойно сидеть у себя на любом из своих гол-корсов и играть в гольф. Он мог ездить по всему миру. Слава Богу, достаточно денег, жилье неплохое на парке авеню. Все вроде нормально, да? Чего он поперся в президенты? Объясню вам, почему. это единственный человек, у которого действительно болит сердце об этой стране. Вот действительно болит. Он хочет сделать так, чтобы в этой стране не могут быть все богатые. Вы же это понимаете. Не может быть вот 355 миллионов одних счастливчиков. Не может такого быть. Но, по крайней мере, стремиться к этому, пытаться сделать так, чтобы это произошло, он делает именно вот это. А вот кто еще из президентов так болел за эту страну, не разворовывал ее, не продавал ее, не отдавал ее? Кто из президентов? Кто? Клинтон, который продал нашу страну китайцам за 5 миллионов долларов? Кто? Обама, который отдал 150 миллиардов в Иран и снял все санкции и теперь сидит и палец о палец не ударяет вообще ни о чем. А его жена, видите ли, большая цацца, она теперь говорит, я и барак, мы будем голос поддерживать того. Да кто ты такая, чтобы кого-то поддерживать? Кому ты нужна? ты бы своего мужа поддержала? Вот о чем идет разговор. Так вот, вчера вот этот человек, который себя вел не по-президентски, он показал еще раз, что плевать он хотел на всех вот этих чистоплюев, лизоблюдов и славоблудов, которые сидят, вот эти так называемые эксперты, которые сидят и говорят, вот, он не должен был такое говорить, он должен был, он это, он то. Один мне тут адвокат вообще сказал, что то, что он сказал go back, это вообще криминально наказуемо. Так, к чертовой матери эти криминальные наказания, если человек, который ненавидит Америку, если ему нельзя сказать так, ты не любишь, вали отсюда. Вот о чем идет разговор. Так вот, господа Лизоблюдычи, Стоплюи и Белоперчатники, запомните, если Дональд Трамп вот этого всего не сделает, вы будете жить при социализме, вы получите ровно то, от чего вы сюда бежали и потратили столько нервов и денег для того, чтобы приехать сюда. Потому что если вас устраивал социалистический строй, нечего было ехать. Зачем? За колбасой. Ну, так там сейчас колбасы, пожалуйста, иди работай, получай деньги, покупай колбасу, которую хочешь. Для этого не нужно было ехать сюда. Сюда вы приехали для того, чтобы вашим детям было хорошо, чтобы вашим внукам было хорошо, но вы сюда не приехали в соцстрану, вы сюда приехали в страну развивающегося капитализма. Понимаете? Помните об этом. А если вам до сих пор, я прошу прощения, отрыгается тем кислым молоком, которое вы пили в Советском Союзе, пожалуйста, путь открыт. Как говорили эти вот чемодан, что там оно там было, что-то там, чемодан, чего, вокзал, не помню, как это звучит. Пожалуйста, езжайте. Зачем, сидя здесь, поливать эту страну какими-то непонятно чем, и пытаться что из нее сделать? Превратить из нее в путинскую страну? Не надо этого. Не надо. Вы здесь живете. Вы живете этот хлеб, вы пьете эту воду, вы живете здесь в неплохих домах, в хороших квартирах, а те, которые не могут позволить себе дома или квартиры, вы тоже не живете на улице, между прочим. вы тоже живете в субсидированных домах, вы тоже получаете деньги, которые вы здесь не заработали, и это нормально, вас никто этим не упрекает, но вы помните, где вы живете, и кто, и как вы живете. И не надо мне рассказывать, что там, хорошо, я пропутинец, если ты пропутинец, езжай туда. Если ты кто? Про Порошенко, езжай туда. Ты про этот, как его, Лукашенко, езжай туда. Зачем сидеть здесь и быть про там? Это никому не нужно. Давайте приемем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как можно верить вам, если вы даже не можете сделать простую арифметику, сколько было... Феликс, я вам скажу, как мне можно верить. Я не хочу вас сильно обижать, но человек со старческим маразмом уже должен сидеть спокойно и отдыхать на пенсии, а не пытаться мутить в воду. Понимаете? Если у вас... Кстати, вы, по-моему, понимаете по-украински, да? Есть такое пословице, я к нему то не позычишь. Поэтому сидите, пожалуйста, тихо. И сейчас это совсем не время вам звонить. Честно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Это Анна из Нью-Йорка. Да, Анечка, здравствуйте. Слушайте, я все время вспоминаю, я не знаю, вы помните этот эпизод или нет. Барак Обама, когда принимал президентскую клятву, он же ее принимал, по-моему, вот первое свое президентство, он ее принимал дважды, говорил ее дважды. Да. Первый раз он допустил ошибку, причем очень интересную. Я сейчас не помню, в каком именно месте, но вся суть клятвы президентской оказалась вывернута наизнанку. Так я вам скажу больше. Вы представляете, если сегодня уже некоторые представители власти пытаются принять присягу на Коране. Слушайте, я не знаю, на Коране или нет, но сама суть президентской клятвы, обещание защищать эту страну, обещание работать на ее благо, на благо ее граждан, оказалось прямо противоположным. Абсолютно. Абсолютно. И тем не менее, посмотрите, сколько... Это посвящало на всю страну, по всем каналам. Спасибо, Аночка. Тем не менее, посмотрите, сколько лизоблюдов обамовских существует сегодня в стране. Они прямо аж заходятся в этом, в этой агонии. Наш Обама, наш... Какой ваш Обама? Что он сделал для этой страны? Что? Назовите мне, пожалуйста, кто угодно, позвоните и скажите, что Обама за 8 лет своего президентства сделал для этой страны. Все. Вопрос поставлен. А теперь давайте мы уйдем на рекламу и потом вернемся и будем говорить. Феликс, я вас прошу, сидите дома, не надо мне звонить. Пожалуйста. Мы возвращаемся в программу Сергея Зацепина «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, Эдуард. Да, Эдуард, добрый день. Я бы хотел немножко, во-первых, попинять вам. Вы 10 минут рассказывали, какая замечательная женщина, так она прекрасна на Ютьюбе. Но, ребята, скажите, кто это? Вы ни фамилии, ни имени назвали. Я ее хочу найти. А, нет, я, Эдуард, говорю сразу. Наберите либо русским, либо английским шрифтом Инна Сергеевна. Все. Хорошо. И второе у меня замечание по поводу вашего друга, адвоката, который говорит, что нелегальные иммигранты нам ничего не стоят. Такий этот человек, он стопроцентно прав, потому что ему нелегальные иммигранты ничего не стоят, они стоят нам. Да, да, да. Я вам скажу честно, что ни один из этих любителей нелегалов ни копейки на их содержание не выделил. То есть вы любите нелегальных мексиканцев, вы любите арабов, вы любите кого угодно. Ребята, скиньтесь, содержите их, возьмите их к себе домой, пусть они живут у нас. Почему они должны жить здесь за мой счет, я не понимаю. То есть этот человек делает какой-то бизнес там на том, что он им делает визы, и там ведет их не дела, он получает прибыль, но плачу-то за них я со своих налогов, то есть вот что смешно. То есть когда они тут начинают мне рассказывать за гуманизм, за права человека, все это замечательно, но, ребята, вы их любите, вы их содержите. Почему вы их садите на шею всему обществу? Почему за них кто-то должен платить? Я вам больше скажу. Если вы такие любители, пожалуйста, это ваше дело, создайте специальный фонд, взноситесь, оплачивайте их, и все будет, пожалуйста, в шоколаде, ваше личное дело. Да. Когда они мне говорят про права человека, я хочу спросить одну вещь. А как насчет моих прав? А кто мои права будет защищать? А как насчет обязанностей, например? Потому что мы все время слышим про права, а что-нибудь про обязанности кто-то сообщить собирается вообще? Чем они... Ну, как только они поймут, какие у них обязанности... Да. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу провести один пример. Когда мы в 90-м году приехали в Атланту, к нами приехал один представитель из Одессы. И мы встретились в еврейском сервисе, и он выразил свое недовольство Атлантой, что там отсутствуют велосипедные дорожки. Но это ему не понравилось, он повернулся и уехал. Возможно, что Феликсу тоже что-то не нравится. Ну, пусть он развернется и уедет. Вы знаете, мне надоело Феликса... Да. И второй вопрос. Да. Вы говорили, что некоторые представители выступают против Трампа и говорят, что он поступает не по-президентски. Угу. А может быть у них спросить и пусть они объясняют, а как это по-президентски? А вот... И кто устанавливал правила, как должен вести себя президент. Вы абсолютно правы. Знаете, почему? Они где-то записаны. Не-не, дело даже не в правилах. Я вам скажу, почему вы даже не представляете, насколько вы правы. Вопрос стоит в том, что вот те все, которые кричат, что он себя ведет не по-президентски, я бы хотел у них задать вопрос, а когда они последний раз видели президента, который себя вел по-президентски? И чтобы они хотя бы дали мне вот, говорят, допустим, вот он приведет не по-президентски, а вот президент... Я с вами согласен, но для того, чтобы они могли на это ответить, должны быть какие-то правила кем-то установлены, конституция или законами, или общества. Не существует же таких правил? Да, да. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Раз, два, три. Кто не спрятался, я нежноват. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я бы хотел бы ответить на ваш вопрос насчет Обама, что он сделал для страны. Да, да. Ну, я вам скажу так. Это Коин с двумя сторонами. Первая сторона абсолютно ничего хорошего. Другая сторона, он сделал достаточно очень много плохого. Да. И некоторые из этих вещей были нелегальны. Одна из них это сделка с Ираном, которая не была ratified в Конгрессе. Конечно. Вот. А еще насчет президента, который в моем opinion, который вышел from the people, by the people, for the people, это был Рональд Рейген. Точно. Он так же сам отдавал отпор. Но он-то просто мог красиво высказаться, потому что он был настоящий политик. Он прекрасно гнал всех туда, куда, куда надо. А насчет Трампа его, так как он себя, как это по-русски, двоих экспресс himself. Как он себя выражает? Стави. Да, я скажу так, я бы согласен был, если бы он дважды прочитал свои твитцы перед тем, как он их посылает. но это делает его то, что он есть. И через эти твитцы он достает всех людей, потому что все его читают. Через новости он абсолютно ничего не может донести, так как он хочет людям, потому что многие репортеры, except некоторых станций, не будут говорить то, что он хочет народу сказать. Поэтому если репортеры так серьезно хотят, чтобы он с ними разговаривал, пускай репортирует правильно то, что он говорит. А если нет, то есть твиттер, есть фейсбук, есть очень многие разные аккаунты, через которые можно довести свою точку зрения народу. Абсолютно. А также как сказать те, которые говорите по-английски я переведу. Окей. Да, алло. Да, да, говорите по-английски я переведу. А, окей, договорились. Я когда смогу это. Окей, anyways, я скажу такую вещь. Те люди, которые за Путина, за Порошенко, Лукашенко и всю эту шваль, которая там существует, которая гробит страну и делит народ на части тому, кому это нравится. Ну, слушайте, Америка это очень свободная страна. Я сегодня утром проснулся и я вроде бы проснулся в свободной стране. Пока да. кому-то если что-то не нравится, ребята, никто тут никого не упрашивает и никто тут никого не держит. Если вы патриоты какого-то чего-то, ну, едьте туда и стройте страну. Эта страна уже построена патриотами. Те страны должны еще строиться патриотами. Особенно те, которые сюда приходят и начинают толкать свою политику с той стороны. Ребята, мы в Америке. Мы наше большинство общения на русском языке. Мы русскоговорящие люди со всех с 15 разных стран Советского Союза. Не считая Варшавского договора стран Чехословакии, Польши. Мы все сюда приехали, чтобы строить эту страну так, чтобы мы имели в ней удовольствие, чтобы капитализм развивался. Я хочу сказать те люди, которые не понимают, что такое капитализм. Первым долгом капитализм это развитие self-independence. Да. Самостоятельности, независимости. Да. Это развитие и право дает человеку, чтобы он мог fail или make it. А также я хочу напомнить очень многим, которые еще не знают. Мы не демократическая страна и никогда ею не были. Мы република United States of America. Только република может гарантировать вам индивидуальные правила. Не демократия. Гитлер тоже был демократичный. Пиночетто и все остальное тоже были демократичны. Спасибо большое. Я прошу прощения, я вас должен был прервать. У меня есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, это снова Анна. Дань. Слушайте, по поводу правил поведения президента. Звонившие, говорящие, что их не существует, не прав. Они существуют, они определены, и они обнародуются каждые четыре года во время инаугурации вновь избранным президентом. Это клятва президента. Да. Правильно, конечно. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Вопрос такой. Да. Скажите, пожалуйста, а что делают Путин и Лукашенко? Они что, Советский Союз создают? Это вопрос первый. И вопрос второй совершенно другого качества. какая разница между старым и престарелым? Спасибо. Говорю, объясняю. Значит, в отношении Лукашенко и Путина. Меня ни один, ни второй абсолютно не интересует, что они строят и зачем они это строят. Если бы меня это интересовало, я бы жил там. Это первый ответ. Второй ответ. Разница между старым и престарелым. Старыми могут быть вещи. Старыми могут быть Прошу прощения, одну секундочку. Старыми могут быть вещи. Старыми могут быть законы. Старыми могут быть привычки. А вот люди это престарелые. И если вы этого до сих пор не поняли, я ничем вам помочь не могу. Спасибо за то, что подождали. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот насчет Обамы все говорят левые говорят о том, что авторитет Америки с тех пор, как Обам не стал, упал на международной арене. Я вспомнил тот момент, когда он приехал на встречу в 20-ке в Пекине и в аэропорту его никто не встретил, не были там установлены эти красные дорожки. И ему пришлось выйти через плак своего Боинга и посольская машина Лимузин отвез его на эту встречу. И это о чем говорит? о том, что он так уронил авторитет нашей страны, что аж его уже никто не признавал. Ниже Плинтуса. Да, ниже Плинтуса. А вот что касается Клинтона, все говорят, во время Клинтона экономика была поднята, а это было не от того, что он этого желал, а это было сделано вопреки его желаниям, потому что именно Гингрич, если было хорошо, конечно, спасибо за то, что вы это вспомнили. Он держал его в тишках, не дал возможность что-либо притринять против и шагов Гингрича. Я был вынужден пойти на уступки и это повлияло 400 миллиардов долларов за один год собрали профицит установлен во время управления. И это между прочим помогло ему перебраться во второй раз. Если бы этого Гингрич не предпринял, он бы возможно и проиграл во второй раз. Во-первых, спасибо огромное, что вы это вспомнили, а во-вторых, хочу напомнить тем, которые уже были здесь, но тогда еще не интересовались. Нют Гингрич приложил все усилия для того, чтобы работать, как говорится, across the aisle, то есть, чтобы как-то пытаться работать с демократами, чего мы абсолютно сегодня не получаем от Нэнси Полоси. Вот это, в этом разница между республиканцами и демократами. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Дин Розен. Я только подключился, могу только представить, о чем вы говорите. Я считаю его, Трампа, настоящим патриотом. Единственное желание у меня просто, чтобы он убрал из своей администрации тех, его подставляет и не дает ему нормально работать. А такие тоже есть. Абсолютно. Вот видите, вот как приятно, честно, клянусь вам, Дин, как приятно разговаривать с людьми, которые действительно понимают. Не надо разбираться в политике, надо просто понимать, что он действительно, если бы ему изначально достался кабинет, который бы помог ему в работе, а не такие, как Джефф Сэшнс, такие, как этот... Человек, который все делал наоборот, чтобы ему транспорт не говорил, он только подставлял на эти прессы. Пресса никакого, не пресса критерия, Пентагоновский ЧИС, ну, сейчас, 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 Rex... Тилерсон, вот, Тилерсон, забыл, вылетел из головы напрочь. Представляете, вот если бы были нормальные Тилерсон, если бы был нормальный Сэшнс, если бы был нормальный Мэттис, если бы это все было нормально в первом году, и если бы не было Миккейна, Фейка, вот этих вот негодяев, того же этого Рэнд Пола, которые просто чисто нагло вставляли ему палки в колеса, не давая ему даже рот открыть. Кроме демократов они помогали. Да? Абсолютно. Знаете, что хотел сказать? Меня все равно подмывает вот сказать это. Да-да. Обама это был такой урод малограмотный, которого в жизни не встречал. Ведь это ему принадлежит, что в Америке 57 штатов, а не 50. Да-да-да. Австрийцы говорят на немецком, на австрийском. На австрийском, да. Называл коров инженерсом, называл корпсов инженерс. Он даже не знал, что это французское слово. Он говорил, что Гавайи находится в этом, в Азии, а не в Полонезии. Что 5 judges on the street can override the decision of Supreme Court. Он наговорил столько ерунды, и после этого его еще этого урода называли этим грамотным. наш президент. Вот он был наш президент, да. Трамп не наш, а вот он был наш президент. Спасибо. А Трамп дурак полный такой. Да-да-да. Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Да, говорите, пожалуйста. Я хотел добавить насчет Трампа. Пожалуйста. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, что сейчас делают демократы и вот эти 4 девицы, то чем больше они это будут делать, тем лучше это играет на Трамп's hand. Конечно. Потому что пускай они не перестают, пускай они продолжают делать то, что они делают. Потому что я хочу еще сказать такую вещь, чтобы люди запомнили. Трамп не гонится за деньгами, не гонится ни за чем-то, он гонится за славой. Что когда он уйдет с президента, люди сказали, скажут, так как говорят сейчас про Регана. Это был один из самых лучших президентов в Америке. Я скажу, то, что он сегодня делает в экономике, в внешней политике, в внутренней политике, то я не знаю, как люди могут на него говорить дурак. Ну, люди, которым это выгодно. Люди, которым это выгодно. Я прошу прощения, у меня еще есть звонок. Спасибо вам огромное. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорить, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу сказать пару слов о нашем самом выдающемся президенте, как демократы, о господине Обаме. Когда он говорил о своей медицинской реформе, он, знаете, сколько набрал, вот, и сказали, что это будет реформа самолучшая. Трамп эту реформу не отменил, он только убрал штрафы. Но ни один демократ, кандидат президенты, ни слова не говорит об этом самом лучшей реформе. Да? Не говорит, что была реформа, что все медицины хорошо. Такое чувство, как будто этого не было. А его и не было? Это было чисто? Абсолютно нет, нет, понимаете, все времена, 8 лет об этом говорилось, и Клент говорила, когда она, ну, должна была быть президентом, да. Да? Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Элло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня сегодня очень хорошие новости, я не знаю, наверное, вы уже говорили об этом, просто не моя возможность послушать. Так. Вы знаете, какой сейчас рейтинг Трампа? Сейчас рейтинг Трампа 50% по идее. Значит, говорили. Не-не, мы не говорили, я еще до этого не дошел, честно, спасибо, что вы позвонили, я до этого честно, я пытался дойти, но не дошел. Я когда увидела на Факт-ньюс сегодня, я обалдела. Причем, это не какой-то левый... У него очень тяжело было как-то 40% никак не поднимало сильно высоко. И тут после вот этой катаваси с этими диодками 50, ну, где-то там 49 что-то промыкнуло, но это же просто, понимаете, взрыв. Причем, это было сделано опросник именно Расмуссен. Это не просто там какой-то левый, какой-то... Ну, это Факт-ньюс передают, это поселённое... Да, 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 это было Расмуссен опросник. Спасибо, у меня другой звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень важная информация. Прошу. Может быть, об этом все знают. Я выписала за 1 доллар пробный на месяц пробное получение газеты The Epocha Times, то есть, ну, эпохальные времена на коробке. Это не просто замечательная газета, там, мало того, что она там правдивая, консервативная и так далее, и так далее, но в первом же номере, когда приходит первый номер этой газеты, с ним пришли... пришло приложение так называемое. Это две огромные меловые страницы, ну, метровые просто, на одной стороне которых всё вот это вот Deep State, вот этот весь заговор, всё рассказано как по нотам. То есть, люди, например, даже как Феликс, если лучше бы он детективы, если он любит, это лучший живой детектив, который могут прочесть любители детективов. На одной стороне, значит, это вся история подробно с числами, с фотографиями и так далее, а на другой стороне очень квалифицированная такая схема сделана. Все связи между, там, например, есть там русский уголок, там английский уголок, австралийский. Понятно. Я прошу прощения, у меня просто не хватает времени, у меня есть ещё один звонок. Пожалуйста, у вас есть буквально минутка. Я вас слушаю. Надеюсь, это у меня, да? Это у вас. Спасибо. Значит, во-первых, я хотела выразить возмущение, что сегодня на гугле про Миланю сэнчо бэк. Так так начали атаковать. Просто фантастика, как это пропускает и СНН этим. Ну, конечно, пропускает, потому что, если бы они написали ещё раз там Хиллари Бэк куда-нибудь, это бы всё уже заблокировали. А вопрос у меня вот какой. Мне приходят постоянно письма то от Гингрича, то ещё от кого-то из таких же высоких людей, что, мило, без тебя президент не справится. И вот, что меня, так сказать, заволновало. Вы говорили в ваших программах, говорили, что они хорошо собирают себе деньги. Да. А вот Гингрич мне написал, что демократы очень опережают. Нет, 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 это, я не знаю, кто вам, я не знаю, да, я не знаю, может быть, цель, как говорится, вас взбудоражить, чтобы вы прислали побольше, но то, что Трамп один собрал больше, чем, по-моему, первых три демократа вместе взятых, которые сегодня, так что, но, тем не менее, А вот тут вот то, что я получила, мне как-то до голоса дыма устали, что это, знаете, пилоти вообще, какой-то сумму бежу, мы собрали, нет, это ерунда, это ерунда, так, быстренько, пожалуйста, полминутки, ваше слово, и мы на этом закончим, алло, говорите, пожалуйста, не дождались, все, дорогие мои друзья, на этом я перестаю принимать звонки, у меня остается буквально полминутки для того, чтобы с вами попрощаться, поблагодарить всех тех, которые позвонили, напомнить вам о том, что эта страна все равно, что бы они ни говорили и кто бы о ней ни говорил, это самая лучшая страна в мире, в ней живут самые нормальные люди, за исключением некоторых, ну, а все остальное, это уже не важно, дай бог, чтобы все были здоровы и счастливы, ну, и поддерживайте республиканцев, это нам нужно, все, будьте здоровы, всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok